Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, рекомендуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем коротком обзоре мы решили рассказать вам про один из автомобилей, который попал к нам на продажу. Это достаточно интересный представитель семейства кейкаров, возможно, но более крупный, чем более традиционные для данного вида 50-сильные машинки типа Daihatsu Move. Этот автомобиль по-прежнему пятиместный, но удивляет своим сочетанием экономичного небольшого объема мотора, при этом неплохими ходовыми характеристиками и весьма и весьма огромным количеством места в салоне. При этом такую машину вы могли купить аж под несколькими брендами. В ближайшие несколько минут посмотрим на автомобиль внутри и снаружи, немножко копнем его техническую составляющую, ну и сделаем выводы, чем же так интересна эта машина и стоит ли рассматривать такой автомобиль в качестве покупки. Встречайте, Toyota Tank. Модель Toyota Tank, что, кстати, с английского переводится не только как танк, но также как резервуар, вместилище или бак, например, появилась в 2016 году. И на конвейере эта модель провела достаточно непродолжительное время. Производство было прекращено в 2020-м. Кстати, приобрести эту машину на японском рынке вы могли в одной из четырех ипостасей. Помимо автомобиля Toyota Rumi, у него были также и аналоги среди других брендов, например, Daihatsu Tor или Subaru Justi. Но по своей технической части эти автомобили абсолютно идентичны и отличаются только стилистическим оформлением внешне. Богатством моторной гаммы Toyota Tank похвастаться не могла. Здесь было всего два варианта одного и того же мотора. В атмосферном исполнении 1-литровый трехцилиндровый двигатель выдавал 69 лошадиных сил. В турбо-версии 98. Агрегатировались эти моторы только с вариаторной коробкой передач. Ну а вот тип привода покупатель мог выбрать. Для атмосферной версии был доступен привод на все четыре колеса. Ну а покупателям версии с турбонаддувом полагался только передний привод. Наш сегодняшний экземпляр – это машина 2017 года выпуска. 1-литровая атмосферная 69 лошадей, вариатор, передний привод и пробег по Японии 110 тысяч километров. При первом взгляде снаружи Toyota Tank вовсе не кажется маленьким автомобилем, хотя длина кузова здесь составляет всего 3 метра 70 сантиметров. Ширина при этом 1,67 метра, а высота 1,73 метра. Дорожный просвет автомобиля, согласно каталогам, это 130 миллиметров, что достаточно немного. Радует то, что бампера и пороги автомобиля находятся от асфальта намного выше этой отметки. И в целом ситуация здесь не хуже, чем на большинстве обычных легковых автомобилей. Что касается кузова в плане качества и толщины лакокрасочного покрытия, то, скажем так, Toyota Tank – это типичный японский автомобиль, произведенный для внутреннего рынка. Соответственно, особо толстых заводских окрасов на этом автомобиле ждать не приходится. Толщина стандартная 90-130 микрон. Где-то в этих пределах, если будет больше, внимательно смотрите, скорее всего, вы имеете дело со вторичным окрасом. Что касается дефектов лакокрасочного покрытия, то на автомобилях, приходящих из Японии, само собой, достаточно бесполезным занятием является поиск крупных сколов в большом количестве. Но вполне могут присутствовать жизненные царапки, притертости и так далее. Что касается стойкости кузова автомобиля к коррозии, то, поскольку самые пожилые Toyota Tank едва разменяли 6 лет в 2022 году, что-то определенное по этой части сказать достаточно сложно. Единственное, осматривая автомобиль снизу, можно заметить, что с завода данная машина не была особо-то познакомлена с антикоррозийной защитой. Поэтому, если вы планируете эксплуатацию такой машины в регионе, где зимой на широкую ногу поставлено использование реагентов в течение длительного периода времени, скажем, более 1-2 лет, то рекомендуем после покупки озаботиться дополнительной антикоррозийной защитой кузова снизу. Лишним точно не будет. Ну а теперь поговорим про возможности Toyota Tank в плане перевозок разного рода грузов. Доступ в багажник нам открывает весьма широкая пятая дверь, которая, кстати, имеет электрозамок. Обращает на себя внимание достаточно большая ширина проема и в целом более чем достойная для такой малой длины кузова глубина багажного отсека, даже при поднятых спинках задних сидений. На полу мы видим фальшпол, отделанный с одной стороны в ворсовом покрытии. Но если вам надо перевести здесь что-то мокрое или что-то грязное, например, вы можете спокойно поднять эту панель, зафиксировать ее за подголовник и таким образом положить сюда груз уже практически без риска запачкать, например, сидение. Также здесь есть небольшой отсек для мелочей, но поместиться в него может разве что, наверное, буксировочный трос и знак аварийной остановки. Собственно, скорее всего, для этих вещей он и предназначен. В случае, если же груза у вас побольше и вам нужно освободить дополнительное место в багажнике, в Toyota Tank вы можете сделать это не бегая к пассажирским дверям. На задних сидениях предусмотрены ручки, которые могут обеспечить и продольное перемещение кресел. Таким образом, багажное пространство можно слегка расширить. Ну а если и этого мало, и груз достаточно объемный, либо его просто очень много, то задние сидения вы можете также сложить, причем складываются они здесь в пол. При сложенных сидениях второго ряда погрузочный объем получается уже весьма и весьма внушительным, особенно с учетом высокого потолка. Второй вариант трансформации салона предназначен для получения двух полноразмерных и полноценных спальных мест. В случае, если вы раскладываете кресло переднего и заднего ряда, вы действительно получаете практически полноценную и почти ровную двуспальную кровать. Так что, если в автомобильном путешествии на этом автомобиле ночь застала вас где-то вдали от цивилизации, не проблема, разбивать палатку вам не понадобится. Правда, при условии, что то количество вещей, которые вы с собой везете, позволит вам привезти салон в такую конфигурацию. Что касается места в салоне и вообще свободного пространства, несмотря на то, что Toyota Tank относится к классу компактных автомобилей, устроиться за рулем человеку большого роста здесь получится достаточно неплохо. Мой рост 1,86 м, и я достаточно быстро подобрал для себя удобную посадку. В целом, здесь все под рукой. Если вы ездили на других автомобилях марки Toyota, то и каких-либо проблем с адаптацией к органам управления здесь не будет. Все очень просто, очень наглядно, и с точки зрения эргономики здесь придраться практически не к чему. Водительское сидение в данном случае имеет достаточно ограниченный диапазон регулировок. Опять же, на первый взгляд, но с поправкой на то, что здесь есть также и лифт, позволяющий изменять высоту подушки сидения, в общем-то, проблем с подбором правильной посадки не возникает. Также здесь имеется регулировка руля, правда, только по наклону. Регулировка по вылету отсутствует. Также для удобства водителя здесь присутствует подлокотник на кресле. Есть куда положить локоть левой руки и правой руки тоже, что, в общем-то, достаточно удобно. И в дальней дороге вы, по идее, не должны сильно утомляться. Также стоит отметить очень хорошую обзорность этого автомобиля. Помимо того, что здесь достаточно высокое лобовое стекло, большое по площади, здесь также низкая линия остекления, конечно, относительно многих современных автомобилей. И присутствует дополнительный стеклянный вставаж в широких средних стойках, что, в общем-то, позволяет практически убрать мертвые зоны при повороте направо-налево, в которых может иногда припрятаться пешеход. Ну, а при маневрировании задним ходом вам в помощь камера заднего вида, которая, кстати, в нашей комплектации присутствует. Как и много что еще. Так, в нашем автомобиле есть управление магнитовой на руле, здесь есть подогревы сидений передних, естественно, причем и левого, и правого бывает на автомобилях такого класса, что греется только водительское кресло. Здесь есть кондиционер и присутствует система без ключевого доступа. То есть двигатель мы запускаем кнопкой, плюс из пакета опции активной безопасности, здесь есть система контроля движения по полосам и система стабилизации. Также в этом автомобиле достаточно большое количество разного рода ниш и подстаканников. Спереди у нас есть небольшой паз, куда можно вставить, например, мобильный телефон, который при открытии превращается, трансформируется в подстаканник, полноценный штатный бардачок, достаточно небольшой по объему. Также две глубоких ниши на передней панели, куда можно положить все тот же мобильный телефон, либо какой-то длинный и негабаритный предмет. Есть подстаканник и у водителя с правой стороны. Но самое примечательное, что в этом автомобиле по сути есть мусорная корзина, которая открывается внизу передней панели, и как и пепельницу в других автомобилях, вы можете ее легко вытащить и вытряхнуть. Ну а теперь, что касается заднего сидения. Заднее сидение в Toyota Tank прежде всего обращает на себя внимание большим количеством имеющегося в вашем распоряжении места. При росте 1,86 м я сижу сейчас сам за собой. Места до коленей порядка 15-20 см, места над головой тоже очень много. Есть тут ручки для задних пассажиров, как потолочная, так и дополнительная на средней стойке. Достаточно непонятное предназначение, оно возможно, чтобы было проще двигать сидение, которое, кстати, имеет продольную регулировку и в достаточно широком диапазоне. Даже будучи придвинутым практически вплотную к переднему креслу, я, тем не менее, если и упираюсь коленями в сидение, то это не причиняет в данном случае никакого дискомфорта. Зато место в багажнике высвобождается прилично. Ну а если вы едете без груза, можете сдвинуть сидение до упора назад. И в этом случае, в принципе, ехать, закинув ногу на ногу. Учитывайте также, что и спинка заднего сидения регулируется по наклону. Соответственно, в случае чего, вы можете принять здесь почти лежачее положение. Но вот по части подлокотников для пассажиров заднего ряда здесь все обстоит печально. Центрального подлокотника нет, он не предусмотрен. Да, и дверные карты здесь тоже полностью гладкие. Как и в Toyota Isis, положить руку здесь некуда. Единственное, что, если вы сдвинетесь до упора назад, вы можете попытаться использовать в качестве подлокотника выштамповку на панели, которая больше похожа на самом деле на бардачок и подстаканник. Но для локтя это будет не особо-то удобно. Что касается линейки агрегатов под капотом Toyota TEN, то здесь могло быть всего два двигателя. Оба относятся к одной и той же серии 1KR. Версия FE атмосферная на 69 лошадиных сил и 94 ньютона на метр, как в нашем случае, либо версия с турбонаддувом уже на 98 лошадей и на вполне взрослой 150 ньютонов на метр крутящего момента. При этом турбомотор, кроме наличия самой турбины, по сути ничем не отличается от атмосферной версии КР. Серия двигателей КР достаточно не нова. Появились эти моторы в середине 2000-х годов и устанавливались на огромное количество моделей. И речь идет не только о соплатформенных моделях, таких как Toyota Rumi или Daihatsu Tor и так далее, но и об автомобилях даже других концернов, таких как, например, Citroёn C1 или малолетражный Peugeot 107, на котором эти двигатели могли в том числе агрегатироваться и с механическими, и с роботизированными трансмиссиями. Двигатель 1КР достаточно легкий. Этот агрегат весит порядка 70 кг. Естественно, он полностью сделан из алюминия. Алюминиевый здесь блок, и алюминиевая здесь головка блока цилиндров. По конфигурации это трехцилиндровый рядник. Мотор имеет по 4 клапана на цилиндр, два верхних распредвала и систему изменения фаз газораспределения ВВТА на впускном распредвалу. Привод ГРМ на этих двигателях цепной. Цепь здесь роликовая, но большим ресурсом она похвастаться не может. И, как правило, на пробегах более 100 тысяч километров цепи уже могут попроситься на замену. Аспект этот стоит иметь в виду, выбирая поддержанный автомобиль. Во всяком случае, при осмотре, послушать его на предмет отсутствия посторонних звуков со стороны механизма ГРМ однозначно стоит. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, кстати, на этих двигателях нет. Поэтому при необходимости зазоры придется выставлять вручную. Впрыск топлива самый обычный распределенный. Никаких новомодных систем здесь нет. Катушек зажигания здесь также три. К каждому цилиндру полагается своя индивидуальная. И из строя они выходят не так уж и часто. Если говорить про какие-то слабые места или недостатки двигателей КР-серии, то помимо, как уже было сказано, небольшого ресурса цепи ГРМ, на данных моторах многие владельцы жалуются на повышенную шумность и иногда на вибронагруженность. И если с шумностью работы двигателя, если сцепь у вас не растянута и клапана отрегулированы, вы уже более вряд ли что-то сможете сделать, кроме как свыкнуться с ней, то вот по части вибраций или нестабильных оборотов можно поискать пути решения. Как правило, вина за плавающие обороты и за повышенную вибрацию при работе двигателя в данном случае лежит на грязной дроссельной заслонке, после чистки которой ситуация очень часто приходит в норму. Также необходимо следить за тем, чтобы у вас всегда в хорошем состоянии пребывали свечи зажигания. Не забывайте менять их при необходимости. Заправлять эти двигатели желательно хорошего качества бензином и с октановым числом не ниже 95-го. В противном случае вы все так же можете столкнуться с дополнительной вибрацией при работе. Ну а что касается интервалов замены масла, то для КР-серии их будет разумно вообще сократить до 5-6 тысяч километров пробега. Отчасти потому, что масло в данный двигатель заливается достаточно небольшое количество, чуть больше 3 литров. А отчасти потому, что двигатели серии КР имеют свойство к закоксовыванию колец. И соответственно, если интервалы масла будут большими, проблема может настигнуть вас раньше. Закоксовывание маслосъемных колец приведет, естественно, к увеличению расхода масла на угар. Но не торопитесь выбрасывать ваш двигатель на помойку и бежать за контрактным агрегатом, благо он стоит недорого. Очень часто помогает банальная раскоксовка, пусть и проделанная по 2-3 раза. Но достаточно часто случается такое, что даже на пробегах за 200 после этой процедуры кольца снова обретают подвижность и как следствие масложор пропадает. Также на больших пробегах эта серия двигателей может озадачить владельца запотеваниями либо подтеками масла по стыку клапанной крышки с головкой блока цилиндров. Крышка здесь, кстати, пластиковая и она же представляет собой вторую часть корпуса воздушного фильтра. Ну и, конечно, не забывайте следить здесь за частотой радиаторов охлаждения и за исправностью помпы. Помпа здесь, кстати, не имеет какого-то безграничного ресурса и вполне бывает такое, что данный узел выходит из строя на пробегах около 50-60 тысяч километров. Поэтому обращайте внимание при осмотре, чтобы с помпы не было подтеков антифриза и она при работе не издавала посторонних звуков. Что касается ресурса данного двигателя, то в среднем он составляет около 250 тысяч километров пробега. Хотя встречаются автомобили, которые на моторах этих серий набегали под 300 тысяч километров и в сам двигатель владелец еще не лазил. Однако к этому пробегу, как правило, владельцы все же успевают поменять и цепь ГРМ, и на несколько раз насос системы охлаждения. В целом, надежность данной силовой установки более чем удовлетворительна и рекомендовать данный двигатель к приобретению вполне себе можно. Тем более, что этот мотор даже на тяжелом кузове Toyota Tank, будучи в атмосферном варианте, демонстрирует весьма неплохие цифры расхода топлива, который в городском цикле вряд ли сильно превысит 7 литров на сотню. Ну а по трассе и того меньше. Кстати сказать, даже атмосферный мотор выдает свои 94 ньютона на метр при 3600 оборотах в минуту, что говорит нам о среднеоборотистости данной силовой установки, что, кстати, удобно при движении в городском цикле. Что касается коробок передач, на этих автомобилях с любым из двигателей и типов привода использовалась только вариаторная трансмиссия. Каких-либо вопросов по надежности данной коробки по большому счету нет. Отрабатывает она свои 200-250 тысяч километров спокойно, с учетом того, что двигатели тут не слишком моментные и не слишком мощные. Но не забывайте по ходу эксплуатации менять масло в вариаторе раз в 40 тысяч километров пробега. Ну а если вас все-таки настигла страшная и коробка приказала долго жить, стоимость контрактных агрегатов вас сильно не шокирует. Что касается подвески Toyota Tank, то ходовка здесь выполнена по традиционной для автомобилей данного класса схеме. Спереди у нас Макферсон, ну а сзади, соответственно, балка. По ощущениям от автомобиля, данная ходовая часть скорее рассчитана все же на комфорт, чем на какую-то азартную управляемость, чего, правда, от машины такого формата ждут крайне редко. Подвеска в меру мягкая и в меру своих возможностей энергоемкая. Ну а что касается ресурса ее компонентов, вот этот автомобиль пришел к нам из Японии с пробегом 110 тысяч. И ни единого нарекания по ходовой части здесь, кстати говоря, нет. Здесь нет ни люфтов по рулевому управлению, то есть рулевые наконечники тяги свои 110 тысяч отработали и, похоже, готовы отработать еще не один десяток тысяч километров пробега. То же самое касается и шаровых опор. Нет никаких вопросов к сайлентблокам передних рычагов, как, соответственно, нет вопросов ни по сальникам приводов, ни, собственно говоря, по сальнику коренному либо сальнику гидротрансформатора. Все здесь в полном порядке. Сама рулевая рейка электрическая, люфтов на ней нет абсолютно никаких. Автомобиль не имеет ни единого нарекания по части передней подвески. В задней подвеске же, собственно говоря, выходить из строя практически нечему. Два сайлентблока на балке и резиновые втулки нижнего крепления амортизаторов, одна из которых маленько надорвана. Но по сайлентблокам балки к пробегу 110 тысяч километров по большому счету вопросов никаких нет. Конечно, резина уже успела покрыться мелкими трещинами, но никаких надрывов больших здесь нет. И на работоспособности самих сайлентблоков это никоим образом не сказывается. Амортизаторы на автомобиле стоят еще оригинальные, они не потеют, не текут, все с ними абсолютно в порядке. Поэтому будущему владельцу именно этого экземпляра вряд ли придется в ближайшее время что-то делать с ходовой частью вообще. Скорее всего, все ограничится профилактической заменой масел. Итак, какие выводы можно сделать под всем вышесказанным про Toyota Tank? Это достаточно интересная и, кстати, удачная попытка из малолитражного автомобиля типа Toyota Vitz сделать машину более приемлемую и применимую к задачам семейного человека. В данном случае за свои относительно небольшие деньги вы получаете максимум автомобиля. Конечно, если режим эксплуатации предполагает езду по трассе, лучше выбирать версию с турбомотором. Но если вы ездите в основном в городе, то и атмосферного двигателя в данном случае будет вполне достаточно. Маленький расход топлива, небольшие затраты на регламентное обслуживание, принимая во внимание хотя бы небольшие заправочные объемы того же самого моторного масла, довольно ресурсные коробки, которые прекрасно уживаются с этими агрегатами и кузов, который после должной обработки, ну а может быть и без таковой прослужит достаточно долгое время без утраты своего товарного вида. Ну а самое интересное в этом автомобиле, это, конечно же, его салон, возможности трансформации которого позволяют одинаково эффективно использовать эту машину как для перевозки пассажиров, так, собственно, и для перевозки каких-то объемных грузов. Конечно, в плане веса перевозимого груза вы так или иначе столкнетесь с ограничениями, которые накладывает, например, пружинная задняя подвеска. Но если речь идет о каких-то объемных вещах в домашнем хозяйстве, то, в принципе, этой машины вам должно хватить. Ну а в плане надежности, это достаточно свежая и очень простая по конструкции Toyota. Так что здесь, по определению, все должно быть в порядке. На сегодня это все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, указывайте в комментариях обзоры, на какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем канале в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас был или есть Toyota Tank, Toyota Rumi или соплатформенник этой модели, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, соответственно, вам есть в чем нас дополнить, чем нас поправить, указывайте в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий поможет сделать правильный выбор. Кстати, если вас заинтересовал именно этот экземпляр, он сейчас находится на продаже, и более детальную информацию по наличию этого автомобиля, а также по стоимости, вы можете уточнить у нашего отдела продаж. Контакты, кстати, будут в описании под видео. Не стесняйтесь, пишите, звоните, задавайте вопросы. Ну а сейчас, хорошего вам дня, спасибо, что смотрели, и до новых встреч. Пока!